Рада вас приветствовать на Гагаринской земле. А дальше что, знаешь? А что надо дальше делать? Да девушку можно было. Поворачивайте их сюда. Из первого отряда космонавтов их только четверо. Алексей Леонов, Виктор Горбатко, Борис Волынов и Валерий Быковский. Видятся редко, возраст. Но есть в марте особенный день. День рождения друга и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Вот уже 40 с лишним лет каждый год они встречаются здесь. На границе Смоленской и Московской областей. А дальше, по традиции, едут на родину друга. Если бы сейчас увидел вас, он бы был так рад, так благодарил вас всех, что вы пришли в этот день на улице города, по которому он ходил мальчишкой. Маленький городок Гагарин, бывший Кжатск. Сюда семья первого космонавта приехала в 46-м после войны. Здесь Юрий окончил семилетку. Уже после полета в космос, став героем мира, малую родину Гагарин никогда не забывал. И каждый раз его встречали с ликованиями. Ведь Юрий Алексеевич не так давно слетал в космос. 50 с небольшим лет – это очень маленький срок для космических масштабов. Но то, что он сделал, это действительно фундаментально для дальнейшей работы. Именно образец того, как нужно работать, как нужно относиться к делу. Потому что его и любят, потому что он такой лучезарный человек. Спасибо большое. Космонавты-первопроходцы только и успевают раздавать автографы. Алексей Леонов, друг Гагарина и первый космонавт планеты, который совершил выход в открытый космос – живая легенда. Так уж получилось, что первый весенний месяц для Гагарина стал судьбоносным. И день рождения, и день смерти в марте. Именно Леонов предложил март сделать гагаринским. И отмечать на Смоленщине. Деревня Клушина, в 20 километрах от Гжатска. Здесь первый космонавт и родился 80 лет назад. Внутри дома обстановка такая же, как и была у семьи Гагаринах. Из ценного – швейная машинка. Приданная Анне Тимофеевне, матери космонавта. В 41-м, когда в деревню вошли немцы, Анна Тимофеевна закопала ее в огороде, чтобы не отняли. В 1943 году, в марте месяца, Клушина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Анна Тимофеевна свою машинку достала и продолжила обшивать свою семью. По традиции, гости, которые приезжают в Клушино, должны испить вот из этого колодца. Когда-то его сделал отец Юрия Алексеевича. Считается, что вода придает сил и здоровье. Хотя люди всегда пытались найти что-то уникальное и удивительное, чтобы объясняло, так почему же простой мальчишка из крестьянской семьи стал первым космонавтом планеты. Сейчас я имею право сказать, оборачиваясь назад, на пройденный этап в жизни, что этот человек был необычный. Этот человек точно так же выделялся. Не ярко, а именно выделялся от всех. Так же, как, например, Пушкин, Королев, Неделин. Понимаете? Прошло полвека. Для современных космонавтов космос — это уже работа. Символично, что в эти же дни с орбиты вернулись 100-й российский космонавт Олег Котов и 117-й Сергей Рязанский. Для них Гагарин уже история. История дороги в космос.